Итак, я всех приветствую на канале Отвертка, канал Домашнего Мастера. Как вы знаете, на наших каналах Отвертка, канал Домашнего Мастера и на канале Компьютерная Академия выходят видеоролики, посвященные ответам на ваши вопросы и комментарии под нашими видеороликами. Следующее, вот когда вы пишете большие интересные вопросы, ну просто времени бывает не хватает, для каждого просто настучать на клавиатуре, большую текстовку и так далее. Есть у нас такая лень, лень матушка раньше нас родилась по-любому. Короткие ответы я отдаю, а вот более-менее просторные у нас уже не хватает просто времени. И на наших двух каналах Компьютерная Академия и Отвертка завелась такая традиция, мы выпускаем видеоролик, посвященный именно ответам на ваши вопросы. В недельку, раз в недельку, раз в полторы недели у нас выходит данное видео. Итак, сегодня мы будем отвечать на вопросы и с Компьютерной Академией, и с канала Отвертка. Итак, поехали. Долго заседать не будем. Итак, у нас Сергей Каменецкий задал вопрос под интересным видеороликом. как отремонтировать картридж водопроводного крана, и он спрашивает, можно ли пить после контакта с клеем, моментальный клей, эту воду. Если честно, да. Если мы посмотрим на принцип функционирования картриджной системы, там находятся два элемента керамических, и именно между ними, внутри, есть проточки специальные, и там у нас есть соединение с горячей, с холодной водой и так далее. Все, что сверху, в принципе, оно не подвергается воздействию воды. Если у вас картридж исправный, правильный, и все правильно сделано, затянута контргайка специальная там есть, правильно зажата, не пережата и не дожата, кран у вас не подтекает и так далее. Да, может быть, где-то там контактович произошел, но все это дело вымывается буквально за первый час эксплуатации вашего крана, и потом все нормально. У меня такой экран есть, он уже лет пять или шесть, а может даже и больше, работает в таком режиме. Почему вот картриджные, вот эти вот однорычажные краны разваливаются у нас? Потому что перегретая вода, во-вторых, некачественное изготовление вот этой вот верхней пластмассовой накладки, и вот этот рычаг при резком воздействии, будем говорить так просто, разваливает вот эту вот верхнюю пластмассовую фиксирующую и направляющую накладку. Мы ее склеиваем с помощью моментального клея, ну, как всегда. Вот, и вы знаете, довольно-таки неплохо работает. Жив-здоров, чего и вам желаю, и уже не первый год у меня такой кран работает. Вот, Сергей, такой приятный и хороший технический ответ на ваш технический вопрос. Спасибо большое. Идем далее. Следующий у нас вопрос был... Марат Кизи. Марат Кизи. Что делать, если мой телефон не был включен два месяца? Это у нас был видеоролик, выпущенный на канале Отвертка, под названием «Что делать, если телефон не включается?» Да, это может быть. Может быть, по следующим причинам. Когда ваш смартфон не включался вообще в течение, например, двух месяцев, вы к нему не подходили, не пытались зарядить его и так далее. Да, может быть такое. Учитывая то, что, скорее всего, ваш смартфон старенький, аккумулятор там слабенький и аккумулятор во время вот этого бездействия полностью сел. И контроллер на этом аккумуляторе просто-напросто отключил подачу электроэнергии. И, соответственно, какие-либо там комбинации клавиш на телефоне не помогают, ибо ваш аккумулятор полностью ушел в даун. И контроллер, который стоит на вашем аккумуляторе, он просто отключил вывод энергии далее. Телефон не включается. Если у вас этот смартфон имеет несъемный аккумулятор, и через два месяца он у вас не включается, идите просто в мастерскую, мужики там за определенную небольшую сумму, только чтобы они вам не рассказывали там, может быть, они скажут, что аккумулятор надо будет менять, они будут правы. Можно там, грубо говоря, как в машине, дать прикурить, аккумулятор оживает, и уже может воспринимать сам смартфон как живую железяку. Его смартфон видит, включается, и, соответственно, зарядка может идти, и, соответственно, работа. В этом случае или просто дать прикурить, его называется, если несъемный, или замена аккумулятора. Если у вас он съемный, то это немножко другой случай, который можно уже без мастерской решить. Как он делается? Вынимается аккумулятор, берется смартфон, подключается к заведомо исправной зарядке. Ставится смартфон якобы на зарядку. Через две минуты мы помещаем, без включения смартфона, при включенной зарядке, помещаем аккумулятор в ваш смартфон. Даем где-то полчасика-часик зарядиться, а потом уже выключаем зарядку и пытаемся включить в ваш смартфон. Все помогает. Телефон включается, и после этого уже нормально оживает. Можно уже ставить на дальнейшую зарядку, и так далее, и тому подобное. Есть у нас отдельное видео на канале Компьютерная Академия под названием «Калибровка аккумуляторов». Вот если у вас такие выкрутасы возникали, то попробуйте еще произвести калибровку вашего аккумулятора хотя бы разочек в год. Это очень полезная вещь. Так что хороший технический вопрос был. Спасибо большое. Идем далее. Следующий был вопрос под видеороликом на канале «Отвертка. Восстанавливай ноутбук после вирусной атаки». В этом видео я буквально пару недель назад вышла. Я показывал, как с помощью одной флешки двух программулек флешка не запускная. Никаких дисков, лай-сиди или что-то еще не применяется. Вот именно с помощью самого простого способа попробовать восстановить ваш мощный ноутбук под названием «Громоздила из-под мышки» после вирусной атаки. У нас все получилось, и у нас есть отдельное видео. И как раз вот Мушкет МТ задает вопрос «А вирус может заразить вирус?» Если честно, да. Если честно, да. Очень хороший такой юморной вопрос. Ну, я на него отвечу следующее. «Может быть, но только если вирут». Вирут и вирус. Есть два названия или два понятия. Вирут плодит вирусы. Вируты, например, некоторые антивирусы не видят, не понимают. Это программулька какая, себя хорошо ведет, но она делает вирусы. Вот. Вирут на атаку этого гораздо, так сказать, сложнее и так далее. И если вот эти вирусы были напложены или напложены другим вирутом, может быть, потому что, когда вот вирут садится на компьютер, он начинает потихонечку заражать каждый файлец экзешный, DLL-очки начинает и так далее, и тому подобное. Вот. И начинает своей работой заниматься на диске C, на диске D и так далее. Вот. И если он находит программульку или кусок какой-то программульки под шикарным названием virusprotection.exe, а это будет кусок вируса, может заразить, если они немножко не с другой оперой. Короче говоря, у нас получается хромая зараженная система с такими же интересными хромыми зараженными вирусами. Но до этого состояния довести свой компьютер, это надо постараться. Спасибо, хороший, довольно-таки интересный вопрос. Идем далее. Следующее у нас видео было компьютер не видит телефон через USB, почему и как исправить на канале отвертка. И наш зритель Кекич у меня задает вопрос, у меня, говорит, интернета нет, чистая винда, я хотел сетевой драйвер через телефон установить. Ну, в вашем случае следующее. На телефоне у вас есть кусок интернета, соответственно, вы скачиваете через браузер определенный сетевой драйвер под свой компьютер, а потом с помощью флешки подключаете флешку к смартфону через OTG кабель и переносите этот драйверочек на свой мощный компьютер. И у вас должно все получиться. Только знайте, какие драйвера скачивать, почитайте, так сказать, описание от вашей материнской платы или что требуется для вашего ноутбука на сайте производителя. Это очень важно. Ноутбуки очень требовательны к правильным драйверам под систему. Это очень верно. Очень правильно и очень нужно. Так что будьте внимательны и скачивайте правильные драйвера. Идем далее по нашим вопросам. Бенни Тэмон задает вопрос под видеороликом на канале Отвертка, канал Домашнего Мастера, проверка файлов и сайтов на вирусы с помощью онлайн правильного сайта virustotal.com Скажу следующее. virustotal.com шикарнейший сайт, который может проверять файлицы, ссылочки, сайты на всякие вредоносы и на всякую бяку очень качественные. Куча у нас антивирусов проверяется, целый список у нас есть. И вот Бенни Тэмон задает вопрос. Может ли данный сайт увидеть майнер? Очень хорошая, правильная, интересная тема. Майнер просто так на своей машинке определить трудновато. Счастливый обладатель данного положения, то есть наш канал, был обладателем майнера буквально где-то два годика назад. Железно два годика назад. У меня машинка подцепила где-то майнер и терабанила очень сильно. Мы в расслабленном состоянии, ничего не делали. индикаторы нагрузки на процессор у нас не стояло. Нагрузки на видеокарту и на память и на все остальное тоже не было. Мы сидели, балдели. Вспоминаем машину. Спидометр должен показывать. Давление масла по-любому должен показывать. Температуру должен показывать. На компьютере у нас такая штука должна быть. Есть для этого виджеты под десятую винду или семерки гаджеты. Хорошая вещь, правильная. Мы игнорировали это дело и думал я, почему же такая машинка на постоянку, так сказать, хорошо работает на 50-70% на постоянку нагрузка, когда я ничего не делаю. Ну вот как раз мы были счастливыми обладателями майнера. Антивирусы на это дело не срабатывали. Другие программы тоже, так сказать, как бы игнорировали этого дела. Ну программка стоит, да и программка. Так что такое дело. virus.total.com Ну как вам сказать? Ну как он может проверить весь ваш компьютер? Он заточен на ссылки, на файлы, ну и все в принципе. Файлы тоже на определенной емкости. Тут надо немножко разобраться. Например, какой-то файл у вас слишком берет большую нагрузку. Но когда майнеры работают в диспетчере задач по скорости, по этому, мало что бывает и показывают. Бывает просто открывается диспетчер задач в обкоцанном режиме. Сам себя майнер скрывает и так далее. Так что здесь надо попытаться вычислить, на каком сайте, например, майнер находится. Можно ссылочку кинуть, да. virus.total.com определит, что там имеется майнингом этот сайт занимается. Да, может. Файл вы у себя на машинке вычислили где-то, тоже его можно проверить на сайте virus.total.com. А если просто такой широкий вопрос, а майнеры он чекает, может быть даже и чекает, но надо подсунуть сайту virus.total.com именно объект, который надо проверить. Скажу следующее. Последнее время очень часто, очень часто мы наблюдаем на почте предложения от каких-то супер-пупер фильм, менеджеры под английскими названиями и так далее, которые там вам вызванивают типа ватсап, заходи, там еще куда-то, вот мой номер телефона и так далее. Я хочу с вами связаться. Фирма Adidas, а почта CZ, это Чехия, с честной почты попытались на постоянку валить все оттуда или адрес через что-то думаешь, ну блин, ну adidas.com да и пиши оттуда. Нет, левые адреса из левых адресов у нас очень часто предлагают различные файлики непонятные, открыть какую-то картиночку, открыть какой-то договор, например, и так далее, и тому подобное и предлагают очень большие суммы за 3-4 секунды якобы мощного видоса в наших на канале, например, на ютюбе вот, ну вот файлец вы все-таки заполните о неразглашении тайны, ну мы сразу по адресу о том, так сказать, по одному адресу можно уже разобраться, что это что-то не то, а особенное предложение скачать драйверочки, скачать какую-то специальную программу с левого сайта и так далее, так что не ведитесь и в помощь вам правильный сайт virustotal.com идем далее, Олег спрашивал на канале компьютерной академии как скачать драйвера intel hd graphics у нас давеча оно вышло и Олег задает вопрос доброго дня у меня говорит вопрос личные, типа вот это все типа, типа, типа есть такое дело чайник и так далее как можно иногда узнавать по номеру смартфона или его айди где находится владелец пожалуйста напишите мне по данному вопросу на почту на почту джимейловскую там открытое мощное письмо и так далее ну Олег скажу следующее ну просто времени не будет с каждым вот нашим зрителем ввести задушевную переписку как Екатерина вторая с Робеспьером и так далее так что здесь у нас немножко не получится но вопрос интересный вопрос правильный просто так спанталыку у вас не получится вот номер телефона того товарища да вы не узнаете нифига данными правами вы не владеете другие службы да могут это дело все узнать по любому у нас такого не получится есть отдельные программы для родительского контроля это у нас должен быть тот телефон за которым вы следите дать разрешение для того чтобы вы отслеживали его положение и так далее и тому подобное гугл аккаунты и так далее все должно быть правильно сделано у нас буквально давеча ну на нашем канале компьютерной академии у нас целая была линейка просвещена именно таким программам и именно контроль над детьми так что вот есть такое дело но без согласия других корреспондентов у вас этот фокус не получится спасибо идем далее Алена Белла здравствуйте телефон упал экран экраном и появились полосы нужно менять дисплей это у нас видео было отдельное на канале отвертка под названием на экране планшета появились полосы и рябь что делать ну в этом вопросе скажу следующее у нас есть отдельные стримы на канале компьютерной академии я показываю и мы вместе с вами смотрим отдельные видосы где разбираются смартфоны и вы видели что там куча разъемов куча шлейфов и так далее когда ваш аппарат упал да может быть какой-то шлейф немножко так сказать перекосило и у вас появились полосы может быть это может быть это не 100% да можно его разобрать в мастерской шлейф контакты вот эти под сжать так сказать и можно устранить это дело в другом случае микротрещины на шлейфах микротрещины где-то по плате например там применяется много плат многослойные платы тоненькие массипусенькие и так далее вот и при физическом воздействии могут быть нюансы то здесь в этом случае уже какой-то ремонт замена экрана а скорее всего с тачкрином будет надо менять и так далее это уже раскрутка на денежки так что в этом случае широкий вопрос широкий ответ но лучше всего в мастерскую и вам там скажут эпикрис по выписке вашего аппарата или отремонтируют или уже что-то будет сложнее вот именно вот такими пассами в данный момент Алена я не могу определить что именно внутри вашего аппарата сломалось так что удачи я думаю это дело у вас обойдется в меньшую сумму чем вы думаете идем дальше следующий вопрос у нас был под видеороликом как сделать резервные копии десятой винды и восстановить систему из резервной копии АС Эйч задает вопрос у меня есть ранняя копия винды на отдельном диске могу ли я еще одну копию сделать позднюю уже на этом же диске где и раннее чтобы было две копии на одном диске ну на одном физическом диске да но на одном логическом диске это дело не получится значит ну в принципе что нам надо делать здесь надо будет танцы с бубнами следующим образом например я бы делал делаем образ диска первой винды делаем образ диска второй винды форматируем ваш жесткий диск делаем диск С как основной вот потом ну в принципе у нас же есть да надо будет форматировать устанавливать одну винду или восстанавливать так сказать с помощью у нас есть целая линейка сейчас вот видосов на компьютерной академии посвящена резервным копиям десятой винды вот это можно сделать это можно сделать но здесь блин надо немножко будет поковыряться товарищи которые разбираются форматирование разбиение дисков одного например физического на два логических диска на одном диске одна винда на втором логическом диске другая винда соответственно организовывается менюшка запускная и так далее и тому подобное это дело есть это дело есть это дело делается но просто с кондачка вот так вот быстренько вздумалось мы этого дела не знаем но мы сейчас мы все организуем этого дела не получится обязательно посмотрите на компьютерной академии у нас есть видео старые добрые видео посвящены именно данному вопросу наши радиолюбители применяют этот способ и например на компьютер ставят десяточку и семерку и вот при перезагрузке менюшка и мы выбираем свой вариант запуска системы так что это можно применить есть такая штучка так что идем далее спасибо следующий вопрос на компьютерной академии задавался под видеороликом тоже резервную копию десятым винды вауме бэкапер стандарт буквально давеча вышло хорошее видео и вопрос был следующий truex здравствуйте вирус тотал еще актуален для проверки файлов перед скачем очень популярно очень актуален если честно очень полезнейшая вещь а особенно когда мы где-то начинаем искать какие-то драйвера качаем непонятно откуда зеленые кнопки скачать бесплатно этого добра хватает обязательно проверяемся на вирус тотал бывает антивирусом проверяешь все чистенько все хорошо а потом проверяешь вирус тоталом вирусов как бы нет а этот файлец у нас хочет права администратора и дальнейшая работа над нашей системой так что вот здесь очень правильный вопрос truex обязательно скаченные файлы проверять на вирус тотал .Ком следующий вопрос он задал вот мне говорит файлик скинули ВКонтакте но я еще не качал это правильно что не качали тотал мне поможет очень сильно поможет очень сильно поможет я вам скажу еще раз так сказать напоминаю очень правильная вещь у меня вирус тотал стоит на самом центральном месте моего браузера лучшие вариантов пока что мы еще не нашли так что в помощь вам вирус тотал .Ком спасибо богдан кулябин под видеороликом на канале компьютерной академии задавал вопрос видеоролик называется как подключить bluetooth колонку к ноутбуку или персонального компьютера важная тема очень часто на это дело попадаются и вот богдан пишет на моем ноутбуке возникла проблема с bluetooth колонкой когда к ней подключаюсь звук пропадает да он должен пропадать на самом ноутбуке и через колонку не воспроизводится что делать я перепробу уже все способы лечения подобной проблемы ничего не помогает если прочитаете мой комент ответьте пожалуйста помогите ну по этому вопросу скажу следующее если вы просмотрели правильно это видео в этом видео я очень сильно ставлю во главу угла проблему с драйверами я сам лично попадался как бы нормальный ноутбук как бы самые новые bluetooth рс очки у меня правильные наушники ну блин контактов еще не было как бы все нормально смарт-часы коннектится смартфон без проблем ноутбук не хочет и что делать не знаю новые драйвера ну фиг ее знает в этом случае или откат на старые драйвера если даже их нет под десятку ставьте семерку восьмерку они будут у вас нормально в моем случае получилось что кнопку нажать обновить драйвер до самой новой версии вот мне помогло вот этот случай скорее у вас вот это вот есть штуковинка попробовать надо узнать умеете ли вы удалять драйвера надо удалить драйвер накатить туда старый драйвер вот в этом где-то вот вы на этом пути сделали небольшую ошибку у вас проблемы с драйверами идем далее итак это канал отвертка канал домашнего мастера и наши ответы на ваши вопросы и комментарии под нашими видеороликами я валерий город ровно продолжаю вот видите шикарнейший у нас погода за бортом у меня щас порядка 9 10 градусов прохладненько мой месяц и так отвечаем на вопросы андрей тот самый пишет интересный коммент под нашим видеороликом на компьютерной академии какой пылесос лучше с мешком или без мешка для сбора пыли хороший правильный житейский вопрос на которые есть очень много интересных ответов и комментов и вот как раз андрей тот самый пишет в советских был брезентовый мешок который можно было стирать да прекрасно это дело работало а сейчас говорят делают из вискозы в лучшем случае который быстро рвется въедается пыль и так далее бумажных фильтров не на купе не накопишься они очень дорого стоит почему-то и очень быстро выходит из строя по любому и вот наш зритель андрей тот самый горит купил многоразовый себе мешок из ткани и процесс эксплуатации стал удобнее и дешевле а контейнер у меня пока что под вопросом ну тут правильный правильный комент слава богу если есть решение этого вопроса переход на мешочный вариант правильный мешок который стирается который мощный правильный с большой площадью будем говорить так крепкий и вы его эксплуатируете как старые были времена и у вас все получается это правильно вот например контейнерные понятно там у нас циклоны применяются да и такое будем говорить так довольно таки интересный вариант да у нас не уменьшается мощность всасывания так сказать есть такое дело но там все-таки нюансы есть хотя бы хепа фильтр надо как-то применять циклонный тип да работает хепа фильтр все равно у нас есть отдельное видео на канале отвертка как я аккуратненько восстанавливаю работу хепа фильтров не бумажных а из искусственного волокна у нашего пылесоса xiaomi vacuum cleaner у нас есть отдельное видео и я там показываю от одного пылесоса хепа фильтр и от другого пылесоса хепа фильтр как восстановить то есть красивенько промывать щеточка аккуратненько сушим и потом опять работаем так что очень правильный житейский вопрос от нашего зрителя андрея тот того самого так что спасибо большое веру верю все у вас должно получится нормально идем дальше red ссор есть на компьютерной академии видео ноутбук выключается во время игры и вот red ссор задавал буквально пять дней назад вопрос ягод захожу в игру и просто гать вырубается мгновенно ноутбук и только во время игре только во время захода в игру вырубается ноутбук а так он как обычно работает помогите пожалуйста ну это я уже очень часто всем говорю сколько лет вашему ноутбуку когда вы последний раз за последние три то есть четыре пять шесть лет меняли термо термопроводящую пасту на видео чипе если у вас применяется хороший ноутбук или на видео чипе и на процессоре теплопроводящая паста когда вы в последний раз производили внутреннюю чистку радиаторов там есть тепловые трубки потом есть вентиляторы радиаторы и так далее вот с этого давайте начнем это я сразу говорю вашему ноутбуку довольно много лет судя по пыли и грязи вашему ноутбуку точно более пяти или шести лет так что если мы не разбираемся в этом вопросе идем в мастерскую несем туда ваш ноутбук несем туда немножко денежек и говорится следующее почистите мой ноутбук и замените теплопроводящую пасту и у вас все будет хорошо за ваши деньги так что вот удачи вам игрушки игрушками обслуживать компьютер надо чистка компьютера два раза в год сколько вы чистили а вы даже не помните что это такое и как она делается так что удачи вам идем дальше следующий у нас хороший коммент был на компьютерной академии под видео выгодно ли включать rapid моды на твердотельных накопителях ssd и так далее 3 м 3 м 6 дней назад задал вопрос после включения режима rapid моды на правильном накопителе samsung на самсунге 860 м м sata 250 гигабайт в тестах диск market получилось просто нереальное значение да по скорости она шикарно показывает вот когда мы например ставим самсунжевский аппарат ставим утилиту samsung magic c а есть там такая заветная кнопочка это завета кнопочка работает для саташных накопителей для формата m2 эта кнопочка у нас не работает и вот для саташных накопителей у которых максимально 600 мегабайт секунду скорость не более вот и включая вот эту кнопочку rapid моду у нас за счет кусочка нашего наши быстрые быстрого улучшается обмен будем так информация между sata накопителем старым нашим саташным накопителем и системой например какие-то там диск марки 64 и так далее да они показывают шикарнейший прирост например в оригинале 450 мегабайт секунду когда мы включаем rapid моды у нас показывает 6000-7000 мегабайт секунду это в принципе ну цифры так как бы правильно но это обмен именно идет с оперативной памятью ваш накопитель должен поддерживать rapid моды то есть должна быть включена работа с внешней памятью в самсунговских аппаратах это дело есть и у меня такая штучка применяется и у меня есть самсунговский накопитель 250 250 гигабайт да это дело показывает шикарный прирост но физически физически при работе системы например мы не наблюдаем такого мощного прироста почему ну потому ребята потому что здесь вот эти вот как раз вот rapid moda но в общем улучшает отзывчивость системы материнская плата процессор накопитель улучшает по-любому но вот разительный разительного прироста скорости мы не увидим как такового но в общем в общем все все таки вы где-то вот пару капель маслица капнули на этот шатун и лучшая система будет работать она будет все равно лучше где-то быстрее но мы вот это вот не будем замечать но в общем числе за месяц все равно например у вас будет приплода в этом вопросе гораздо больше да вот как раз наш зритель там показывал нам мегабиты мегабайты в секунду вот здоровый здоровый коммен был но скажу следующее примут вау эффекта мы не получим но но блин работает и у меня работает и я уже привык что rapid moda на моем старом саташном накопителе самсунга кнопочка включена и у нас все заргут борзости прибавляется по-любому по-любому опыт у нас имеется я уже на этом диске давно сижу так что спасибо большое за столь мощные комменты с большим удовольствием я прочел ваш коммент это 3 м 6 дней назад буквально и так идем дальше компьютерная академия видео не работает тачпад в 10 индии андрей безумные 6 дней назад задавал вопрос класс горе спасибо от к драйвера мгновенно помог лайк да есть такое дело ребятки есть такое дело потому что ноутбуки это очень сложная штука у нее есть клавиатура клавиши функция клавиши увеличения уменьшения яркости и так далее под эти все выкрутасы в том числе и тачпады всякие супер-пупер кнопки эко режимы и так далее просто так драйвер очки с какого-то там дисочка может быть подойдут некоторые вот очень интересные будем говорить так части вашего ноутбука они будут без драйверов и работать по-нормальному не буду 10 винда да она бывает накатывает накатывать свои драйвера с точки зрения самой 10 винды под тачпад например накатил и говорят все она работает а на самом-то деле система не работает тачпад может не работать может не работать регулировка громкости яркости и так далее и тому подобное пальчики например там тоже самое вот и вот например откат драйверов или установка более старых драйверов или установка драйверов правильных сайта производителя вашего ноутбука тогда у вас что-то должно получиться когда просто 10 винда накатила какие-то с точки зрения 10 винды якобы шикарные драйвера они блин не работает а в диспетчере устройств показываете все хорошо у вас все стоит у нас есть такие проблемы если со встроенными видеокартами под ноутбуками это очень часто бывает с тачпадами ну и так далее так что спасибо большое александр у вас получилось и я думаю вы набрались хорошего опыта вороны летают какие-то вороны летают зелень потихонечку идет и так мы продолжаем нашу работу ну и последний давайте вопрос рассмотрим скорпион x шикарное у него название его канала мощный видимый канал я не смотрел конечно на компьютерной академии у нас было видео как восстановить страницу в одноклассниках и скорпион x задают вопрос как восстановить без номера и почты если честно а не как но название очень хорошая скорпион x так что удачи вам всего самого хорошего я думаю у вас все получится итак на сегодня мы заканчиваем наш видеоролик посвященный ответом на ваши вопросы интересные вопросы и комменты под нашими видеороликами на канале отвертка и на канале компьютерная академия обязательно не забудьте подписаться на нас поставить лайк и колокольчик с нами будет интересно для вас я всегда рассказываю что-то правильное и что-то нужное это канал отвертка канал домашнего мастера я надеюсь данная информация была вам полезна подписывайтесь на наш канал ставьте нам лайки смотрите наши еженедельные стримы с нами будет интересно